Всем привет! Вы на канале Тупарми. Аллигатор против Апач. Преимущества К-52 перечислили в США. Какой ударный вертолет можно назвать лучшим в мире? Американское военное издание We are the Miting решило ответить на этот вопрос, сравнив К-52 Аллигатор и Апач. Как оказалось, российский вертолет обладает целым рядом важных преимуществ. В К-52 разведывательно-ударный вертолет, способный развивать скорость до 300 км в час и подниматься на высоту до 5500 метров. Перегоночная дальность 1110 км. Аллигатор может применять несколько видов противотанковых ракет. Ракеты класса воздух-воздух, 80-мм неуправляемые авиационные ракеты и 30-мм пушку. Также вертолет может выступать в качестве носителя противокорабельной ракеты X-35 «Уран». Российские противотанковые ракеты «Атак» и «Вихер» превосходят свои американские аналоги «Хеллфайр» по бронепробиваемости. Однако К-52 может нести не более 12 таких ракет, в то время как «Апач» по данным издания может нести до 16 эптур. По дальности «Хеллфайр» превосходит атаку примерно 8 км против 5, но не дотягивает до «Вихря» — 10 км. В результате К-52 имеет некоторые преимущества при выполнении задач по уничтожению серьезно защищенных объектов, таких как бункеры. Однако «Апач» несет больше ракет, что дает ему шанс уничтожить больше техники, чем «Аллигатор». Еще одним важным преимуществом российского вертолета является возможность применения специальной противокорабельной ракеты X-35. Американский «Хеллфайр» также может быть использован против надводных целей, однако боеголовка российской ракеты гораздо мощнее. 145 кг против 8 кг у «Хеллфайр». По сути, АЭШ-64 может уничтожать малые суда на малой дальности, в то время как К-52 может без труда потопить танкер, находящийся в 130 км от него. К-52 несет 80-мм или 122-мм неуправляемые авиационные ракеты. Калибр НАР вертолета «Апач» 70 мм. Российский вертолет отличается от американского не только вооружением, но и чуть более высокой скоростью полета. Правда, перегоночная дальность у «Аллигатора» значительно ниже – 1110 км против 1899 кг у американца. Практический потолок у АЭШ-64 также выше, чем у К-52. 6400 метров против 5500 метров. В горной местности это может иметь большое значение. И все же К-52 – отличный вертолет. Подводит итог в выезде «Арземайктен». На «Аллигатор» можно установить широкий спектр вооружения, при этом машина остается быстрой и маневренной. Если вам когда-нибудь придется сражаться против него, берегитесь. Особенно, если вы находитесь на корабле не далее, чем 130 км от российской машины. Не удивительно, что К-52 часто ставят на первое место в рейтингах боевых вертолетов. Константирует американское издание. И напоминает, что современный «Апач Гуардин» получил целый ряд преимуществ, в числе которых пункты управления беспилотниками. На «Аллигатор» такое оборудование пока не устанавливают. Между тем, К-52 может в ближайшем будущем получить новую дальнобойную ракету. А значит, споры о том, какой вертолет лучше, не утихнут. А что думают зрители канала по этому поводу? Жду вашего ответа в комментариях под видео. А на этом новости от ТОП-Арми не заканчиваются. И чтобы не пропустить новый выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки.